Снабжение мобилизованных вызывает много вопросов у россиян. С началом частичной мобилизации мужчины, получившие повестку или ее ожидающие, начали скупать ассортимент военторгов и туристических магазинов. От фляжек до разгрузок и ковриков пенок. Продавцы на маркетплейсах поймали волну и задрали цены в несколько раз. Благо, когда федеральная антимонопольная служба отреагировала, цены выровнялись. А на офлайн-площадках стоимость практически не менялась. Подорожали товары еще во время введения западных санкций. В ульяновских магазинах спецодежды есть почти все, что пользуется спросом. Для тех, кто получил повестку, руководители делают скидки. Покупателям не надо документально подтверждать свой статус. Но они сразу начинают выбирать именно тот ассортимент, который нужен мобилизованным. Они термобелье, берцы, пенки для спальников. Но у нас небольшой ассортимент был. Сейчас тоже, к сожалению, все закончилось. Мы им сразу заводим дисконтные карты. У нас дисконтная карта идет накопительная, система скидок. И максимально им делаем скидку, чтобы у них на дорогой товар была максимальная скидка. На одной из торговых точек Ленинского района есть горки на флисе, берцы и полуватинки. Стоит покупать или нет? Выбор каждого. Ветеран Афгана Рафаэль Мордеев дал пару советов. Есть сегмент берцы за рубль, а есть берцы за 10 рублей. Качество играет ценовую политику. Вот, допустим, общаясь с людьми, с разведчиками, меня попросили вот такие берцы. Удобные, практичные и теплые. Но цена этих берц, вы видите, 13 тысяч. Не каждый человек это купит. Конечно, обувают людей, как бы сказать, ну не знаю, в каком-то согласии чего, берцы, которые, допустим, ценовая политика другая. Но эти берцы, насколько они проживут качественно, это другой вопрос. Резиновые сапоги могут пригодиться вдали от боевых действий, уверен Мордеев. Эта обувь слишком хрупкая. Многие ребята задают вопрос, мы хотим резиновые сапоги. А их не выдают? А я их не выдают. Но я им опять же говорю, парни, резиновые сапоги вам не пойдут. Любой гвоздь, это ботинки, сапоги на один день. Проткнете, и будет дырка, вы их не заклеите. Ботинки, я пытаюсь перебить, чтобы сапоги резиновые, они вам там не так, фактически, не так нужны. Тактические перчатки и наколенники разбирают, как горячие пирожки. В остальных магазинах в центре города на момент нашего визита этих товаров не оказалось. Нижний утепленный слой одежды тоже сложно найти. Дефицит все-таки есть. Термобелье сложно найти в магазинах. Зато вот таких простых изделий из хлопчатой бумажной ткани много. Также проблематично купить спальные мешки. В основном мобилизованным ульяновцам и кадровым военным нужны теплые вещи. В пункты сбора гуманитарной помощи приносят носки. Местные мастерицы вяжут балаклавы, шапки и перчатки. Как утверждают Минобороны, со снабжением бойцов все будет в порядке. Когда наши защитники прибудут на основную локацию, им выдадут все необходимое. Осталось подождать.